В эфире новости Анапа. Регион в студии Сергей Корабельников. Здравствуйте! Итак, сегодня выпуски. Можно дать людям работу круглогодично. Торгуем оптом. В Анапе приступили к мониторингу продуктовых баз. Больше внимания воспитать на работе. Лучший казачий класс Анапы. В рамках обороны массового месячника пройдет муниципальный этап конкурса. Такой сильный характер внутри. Сильный очень человек. Хрустальный человек. История успеха и преодоления. Благоустройство, обеспечение безопасности в случае разговора стихии, работа управляющей компанией на курорте – это лишь часть вопросов, с которыми на общение пришли на личный прием к Юрию Полякову. Подробности в нашем сюжете. На прием главе Игорь Богданов пришел с коллективной просьбой. Во время недавних дождей несколько домов хутора Чембурка оказались под угрозой подтопления. Благодаря оперативным действиям городских служб чрезвычайной ситуации удалось избежать. Однако местные жители попросили поднять уровень дороги по улице Озерной. Таким образом она станет естественной дамбой и защитит домовладение от возможного поводка. Продлим мы это все. Продлим и приподнимем дорогу. Дело в том, что так просто ее не поднимешь, чтобы вода не подходила. Какая разница, то уже вы гравий положите. Она сквозь гравий будет идти. Я не спешу сейчас, конечно. Пока не высохнет там все. Сергей Сергеевич в курсе. Мы это обсуждали уже. Это уже известно. Жители дома 121 по улице Томанской пришли с жалобой на управляющую компанию. Здесь требуют погасить долг за отопление и горячую воду. На сегодняшний день он составляет 9 месяцев. Сумма для многих неподъемная, а сейчас она увеличивается за счет пени. Управляющая же компания на неплатильщиков подала в суд. Вот сейчас задолженность города, я вам скажу, складывается в районе 70 миллионов. Потому что 30 процентов, вот 30, здесь просто не проживают, а квартиры отапливаются, платить некому. Они платят. Вы там где-то что-то недоплачиваете. Вот что нам делать, объясним городу. Однако и управляющим компаниям глава города настоятельно рекомендовал лучше работать с жильцами. Не только требовать, но и объяснять платильщикам их права и обязанности. Таким образом удастся избежать конфликтных ситуаций. А разбирательство в судебном порядке должно стать самым крайним вариантом решения возникающих вопросов. Юрий Поляков поручил специалистам ЖКХ контролировать этот процесс. И во встречах жителей с представителями управляющих компаний принимать личное участие. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Анапа. Регион. В правительстве края появится новое управление. Оно будет контролировать реализацию национальных проектов. Об этом стало известно сегодня во время селекторного совещания по вопросам исполнения майских указов президента России. В нем принял участие глава Анапы Юрий Поляков. Основные издачи, на которых сделал акцент губернатор Кубани Вениамин Кадратьев, это обеспечение роста численности населения, повышение продолжительности жизни до 78 лет и снижение уровня бедности в два раза. Майский указ президента лег в основу 12 национальных проектов. Край, в свою очередь, должен реализовать 42 региональных проекта. Нужно добиться не только конкретных цифр, а изменить качество жизни жителей Кубани. Важны не цифры, не проценты, не отчетность, а новый уровень жизни людей. Обеспечение продуктами и товарами, которые будут пользоваться спросом в период курортного сезона. Администрация города приступила к мониторингу объектов оптовой торговли. Именно на базах, а их сегодня в Анапе более трех десятков, закупаются предприятия Санкура. Об ассортименте, который сегодня предлагают оптовики, ценах и перспективах этого сегмента рынка Анапы, расскажет Руслан Душевский. Андрей Ковальчук работает на внутреннем рынке Анапы уже почти 20 лет. Основное направление – оптово-розничная торговля продуктами. Овощи, фрукты, крупы, зелень – ассортимент весьма широк и разнообразен. Но, как сам говорит владелец, работать становится с каждым годом все сложнее. Крупные сетевые магазины берут не столько качеством, сколько объемами, а здесь с ними конкурировать сложно. Хотелось бы видеть на рынке больше кубанских продуктов. Здесь и за счет сокращения расходов на транспортировку и проверенного бренда можно значительно укрепить позиции на рынке. В этом администрация пообещала поддержку. На курорте и в крае очень много фермерских хозяйств, которые могли бы напрямую сотрудничать с предпринимателем и поставлять свою продукцию. Со многими из них мы очень давно сотрудничаем в хороших, теплых отношениях. Часть продукции пытаемся делать заказы. Под нас что-то выращивают. Это экзотические травы, зелень, микрозелень. То есть очень редкие есть позиции. То есть наше фермерское хозяйство, оно по сути развивается. Но, опять же, людям очень сложно, особенно и фермерам. А так предложение сотрудничать мы всегда рассматриваем, всегда идем на контакт. А вот еще одна база оптовой торговли. Здесь члены комиссии познакомились с ассортиментом текстильного производства. Как рассказала владелец объекта Лариса Пушкарева, практически вся продукция кубанского производства. Товар высокого качества и радует своим многообразием. Несмотря на то, что база начала функционировать чуть больше года назад, у нее уже более 150 оптовых покупателей. В основном это владельцы мини-гостиниц, небольших пансионатов и санаториев. В перспективе предпринимательница мечтает организовать на территории муниципального образования собственное швейное объединение. Тогда с каждым потребителем можно будет работать индивидуально. Заместитель главы пообещал помочь рассмотреть этот вопрос. Конечно, это будет очень хорошо, если еще и помогут в этом направлении. Потому что я тоже думаю о городе, так как мы сезонный город, и работа у многих людей именно сезонная. Она длится всего несколько месяцев. Но организовав именно швейное объединение, можно дать людям работу круглогодично. Это же будут и новые рабочие места. И людям это интересно. Я думаю, и городу это интересно. Мы можем оказать содействие, в первую очередь провести переговоры, если это овощная группа товара, с нашими производителями, с тепличными хозяйствами. Естественно, их подключим, чтобы они помогали. Что касается производства, у нас нет в Анапе производства именно по этому направлению, по текстилю. Конечно, будем подключать другие наши рядом районы, которые также занимаются этим направлением. И будем им, данному предпринимателю, оказывать содействие. Работа комиссии продолжится. На этой неделе сотрудники городской администрации посетят остальные оптовые базы, которые находятся на территории муниципального образования. Руслан Душевский, Анапа-регион. Уже завтра стартует краевой месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Анапские казачата уже четыре раза становились лучшими в крае. В этом году новшество будет проводиться и муниципальный этап конкурса. Борьба развернется за звание лучшего казачьего класса Анапы. Пять классов в этой школе особенные, под буквой «К», что значит «казачи». Под руководством Любови Александровны восьмилетние дети занимаются серьезной патриотической работой. Казачий класс по программе, по программе ничем не отличается. Та же программа, школа России, те же учебники. Большое, больше внимания в воспитательной работе. Это патриотическое воспитание. Мы ходим в храм. То есть дети все пришли уже осознанно, что они православные. И их родители тоже. Причащаемся. В этом году уже причащались, исповедовались. Вот недавно было мероприятие в городском масштабе. Это было поминовение, конференция. В классе не только будущие воины-казачаты, но и настоящие казачки. Неудивительно, что с полной-неполной разборкой автомата Калашникова в классе лучше всех справляется Ангелина Калашникова, однофамилица знаменитого оружейника. Трудновато бывает. Там надо что-то натягивать, вставлять какие-то баллончики. И нам иногда мальчики помогали. Иногда мы сами делали, разбирали. Мы стреляли из винтовки, из лука, из метания ножей у нас были. К краевому месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической работы казачаты относятся серьезно. Пишут сочинения о родине, готовятся к спартакеаде по десяти видам спорта, который пройдет в станице Гостогаевской. Учат казачьи песни. Позабыты мне былые, песни воевые, Радный дух у нас, и вот прислужили казаки. Преподаватель с 40-летним стажем Шурукина вдохновляет не только малышей, но и их родители. В походы по святым местам и к памятнику героя Калинина они ходят вместе. С марта месяца мы боролись за право носить звание Дмитрия Калинина. Ну и очень большую работу поисковую провели. Дмитрий Калинин, мы связались с поселком, где он там. Там в прошлом году ему поставили памятник. Нам прислали фотографию домика, где он жил, она сохранилась. У второго казачьего класса серьезные заявки на победу. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа, Регион. Его называют хрустальный человек. Врожденное заболевание ограничивает физические возможности Алексея Коткова, но не мешает ему мечтать и добиваться отличных результатов в учебе. Об истории успеха, преодоления и побед в нашем сюжете. Алексея Коткова называют стеклянным человеком. У 30-летнего Леши несовершенный остеогенез. Люди с таким заболеванием подвержены опасностям. У них хрупкие суставы и слабые мышцы. Доктора называют их хрустальными. Для мамы Людмилы Ивановны и папы Александра Павловича он прежде всего любимый и желанный сын. Ну а для преподавателя английского он мистер Котков. Два года Леша изучает иностранный язык. У него два сертификата. Для меня, конечно, мистер Котков является примером во многом. Такой сильный характер внутри, сильный очень человек, который любознателен, который пытается найти любую лазейку, любую возможность, чтобы что-то подчеркнуть, чтобы вырасти. Английский Коткова нужен для будущего трудоустройства. А намчанин учится в Краснодарской компьютерной академии. Осваивает программы по компьютерной графике, визуализации и 3D-моделированию. Я в фотошопе делал все сам. Домок я, конечно, еще не освоил, не совсем, потому что у нас он только полгода, я его изучаю. А для того, чтобы его освоить, ну, как говорится, чтобы ты плавал там, как рыба в воде, нужно, ну, много, больше времени уделять. А у меня, к сожалению, сейчас нет этой возможности, потому что, ну, во-первых, она дорогая очень, эта программа. Для того, чтобы ее, ну, приобрести в домашних условиях, она стоит очень дорого. А еще Алексей путешествует с мамой Боросии. Трудности есть. Коляска тяжелая, а им приходится много передвигаться. И не только по Анапе. Только до Краснодара 170 километров. Туда, а потом обратно и каждый раз автобусом. Кругом узкие проходы, проезды, пандусов мало, не везде лифты. На хрупкие женские плечи ложится непосильный труд. Мы ездили в Питер, были на экскурсии. Леша понравилось очень. Ему очень хотелось полететь. Вот именно на самолете он первый раз летал. Очень ему понравилось. Просто заболели Питером. Мы были на летней эстраде, посещали концерт Киркорова. Ну, вот даже дважды. Леша фотографировался с ним. Сейчас Алексей ищет работу по специальности. Просматривает объявления. Разместил свою анкету. А еще он хочет создать свою семью. У хрустального человека мечты ничем не отличаются от желаний обычных людей. Анна Жукова, Михаил Григорьев, Анапа. Регион. В России медики отмечают рост острых респираторных заболеваний и гриппа. В 12 городах страны зафиксировано превышение эпидемиологического порога в 30%. В Анапе этот показатель меньше 1%. Но это не значит, что можно пренебрегать профилактикой и не соблюдать элементарных мер безопасности. Таких нам рассказали в Анапской городской больнице. Во всех 100% регистрации случаев гриппа это пациенты, которые не вакцинировались. Первый случай традиционно с других территорий. Там, где меньше, чем в Краснодарском крае, охвата вакцинации идет. Наши жители в основном, если и попадают к нам в больницу, то это не грипп. Это обычные сезонные рвы, которые могут быть подвержены каждый пациент, каждый человек. Мы прошли с вами две недели праздничные, когда все ходили по гостям, общались. Мы встречались на театральной площади в праздничную ночь. И максимальный контакт уже был. Если бы действительно вирус гриппа имел возможность распространиться, если бы население было менее в шестепени вакцинировано или более наплевательски относилось к своему здоровью, я думаю, что мы бы уже получили вспышку, как несколько лет назад, когда гриппа было достаточно. В этом же году достаточно покойная ситуация. И я думаю, мы можем уверенно заявлять, что мы не ждем увеличения количества заболевших. А все выпуски новостей смотрите на нашем сайте anaparegion.ru На этом я с вами прощаюсь. Не болейте. Всего доброго. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Не нарушайте скоростной режим. Берегите свою жизнь и жизнь своих близких. Продолжение следует... Продолжение следует...